Здравствуйте, меня зовут Иван Безбородов, я менеджер по цифровому маркетингу. И в этом выпуске подкаста «Сингенты» мы поговорим о фузариозе колоса на зерновых. Также мы рассмотрим систему защиты и поговорим, что такое микотоксины и как с ними бороться. Сейчас мы в московской студии, и гости у нас уже, которые были в первом сезоне нашего подкаста «Сингенты» в прошлом году, это технический эксперт по фунгицидам на зерновых Мария Мустафина и менеджер по маркетингу Елизавета Тимонина. Коллеги, привет! Иван, привет! Привет! Ну и так, первый, самый такой, наверное, главный вопрос. А где у нас Михаил Непочатых? Почему в прошлый раз он был среди нас, а теперь его нет? К сожалению, Михаил не нашел в своем плотном графике места на то, чтобы присоединиться к записи текущего подкаста, но мы обещаем тебе и нашим слушателям, что Михаила они в этом сезоне еще услышат, и это будет подкаст о том, сколько времени нужно для того, чтобы создать новое действующее вещество. Собственно, наш подкаст можно услышать на самых популярных и доступных в России подкаст-платформах. Можно написать вопросы экспертам в комментариях у нас в Телеграме или ВКонтакте. Возможно, на следующих выпусках мы эти вопросы озвучим, и, соответственно, на них эксперты ответят. Собственно говоря, у нас тема сегодня фузариоз колоса. Ну, фузариоз на пшенице, а сейчас как у нас там с ценами-то в новом полевом сезоне на пшеницу? Обычно весной цены высокие, какие сейчас цены и как это влияет на настроение аграрии? К сожалению, цена на пшеницу в прошлом сезоне очень сильно упала. На текущий сезон цена на пшеницу гораздо ниже, чем мы имели на ту же дату в прошлом сезоне. Если говорить о конкретных цифрах, то, например, на юге нашей страны пшеницу третьего класса на 9 апреля можно было продать по цене 11500 рублей. В то же время пшеницу пятого класса можно было реализовать всего лишь за 9100 рублей соответственно. Вы видите, что разрыв в цене между пятым и третьим классом составил более 2000 рублей. Поэтому аграрии в будущем, ну или в текущем, если говорить правильно, аграрном сезоне будут нацелены не только на то, чтобы получить высокий вал со своих зерновых, но и на то, чтобы получить пшеницу и ячмень высокого качества. Для того, чтобы цена реализации была максимальной, которая есть на рынке. А вообще востребовано качественное зерно? Да, качественное зерно сейчас очень сильно востребовано, потому что, к сожалению, в предыдущем сезоне мы получили много некачественного зерна, которое не проходит и не дотягивает до третьего класса. До первой тем более. Так что может быть препятствием к тому, чтобы продать пшеницу дорого? Кроме качественных показателей зерна, которые мы уже упомянули, есть еще такая вещь, как микотоксины. Если в зерне, вне зависимости от того, какого оно класса, содержится высокий уровень микотоксинов, это может помешать нашим аграриям продать это зерно по той цене, по которой они бы могли его продать. Например, это микотоксины, вызываемые фузыриозом колоса. Тема сегодняшнего нашего подкаста – фузыриоз. Действительно ли он так опасен, Маша? Фузыриоз колоса приводит к снижению количества урожая зерновых культур, но только тогда, когда мы его ярко видим в поле, когда действительно присутствуют симптомы, когда получаем щуплое зерно. Но зачастую, в большей степени, на фузыриоз колоса обращают внимание из-за снижения именно качественных характеристик зерна. Снижаются посевные качества семян. У зерна падает всхожесть, энергия прорастания. И, помимо этого, ухудшаются пищевые и кормовые качества зерна. То, о чем сказала ранее Лиза. Идет загрязнение микотоксинов, то есть безопасное зерно становится опасным. Фузыриоз колоса вызывает более 10 видов грибов из этого рода. И очень важно знать, что называется, врага в лицо, для того, чтобы четко понимать, случился у вас фузыриоз колоса в поле или нет. Как понять, что на поле высокий риск появления фузыриоза? Для того, чтобы произошло заражение тем или иным видом фузыриоза, нужны разные условия. Но если мы говорим конкретно про фузыриоз колоса, то в среднем для того, чтобы заражение гарантированно произошло, нужен достаточно длинный период увлажнения. Это порядка 24-40 часов. При этом влажность воздуха должна быть выше 75%. И очень важно отметить, что температура должна быть в пределах 20-25, не ниже. Окей, а как вот непосредственно определить фузыриоз в поле? Классическое проявление фузыриоза колоса, к которому мы уже привыкли, вызывают виды фузариум-громиниарум, фузариум-кульморум. Это когда мы приходим с вами на поле с пшеницей, молочную спелость, когда идет налив зерна. И мы видим, отдельные части колоса приобретают светлую окраску. И потом мы можем увидеть в дальнейшем, что в этих местах зерно не такое выполненное. Когда на таких колосах, если, допустим, пошел дождь и дожди идут сравнительно долго, может появиться даже пушистый мицелий, либо такого розового, либо оранжевого цвета. То есть его визуально можно увидеть именно в пузырёз колоса, вызываемый вот этими двумя видами, о которых я сказала. Но в последнее время в нашей стране, в той же Башкирии, в Центральной Черноземье, да практически в любой части, там, где выращивают пшеницу и ячмень, стали появляться нетипичные проявления фузырёза колоса, так называемая глазковая пятнистость на колосе. Когда в ту же фазу налива видны маленькие пятнышки округлой формы с чётко очерченным таким окаймлением более тёмного цвета. Эти пятна вызывают другие виды из рода фузариум, фузариум спортрихиела, например. И они более опасны, как я считаю, в том плане, что вырабатывают более опасные микотоксины, доля которых вообще во много раз меньше, чем те микотоксины, которые мы привыкли гастировать после классического яркого проявления фузырёза, вызываемый тем же глюминиарум. Когда происходит заражение фузырёзом колосов? По всем фитопатологическим канонам львиная доля фузариоза заходит в колос тогда, когда та же пшеница цветёт, появляются пыльники, и вот в этот момент происходит массовое заселение. Если складываются погодные условия, если вокруг присутствует инфекционное начало, идёт заражение вот этим заболеванием. Но зачастую мы забываем о том, что как только колос выходит ещё до того, как на нём появились пыльники, и даже после того, как пыльники засохли и отлетели, пшеница также может заразиться этим заболеванием на уборке, при хранении. Фузырёз может поразить ту же пшеницу и ячмень с момента появления колоса и на этапе его хранения. Окей, а сколько урожая-то всё-таки можно потерять из-за фузырёза? Хочу сослаться на наших учёных, которые выявили определённую закономерность. Например, если за 10 суток перед светением у нас выпало 30-40 мм осадков, то нашим аграриям следует ожидать эпифитотийного развития фузырёза в поле. То есть, что для них это значит? Это значит, что они могут потерять 30-40% валового сбора зерна, который они ожидали получить у себя. Ну и как же контролировать-то это заболевание всё-таки? В чём основная проблема защиты? Слово «контроль» для фузырёза не очень приемлемо, потому что фузырёз есть везде – в почве, в воздухе, на растениях. Но то классическое заболевание, о котором мы сегодня говорим, мы можем с вами предотвратить, если будем соблюдать ряд условий. В первую очередь, конечно же, это агротехнические мероприятия. Во-вторых, это генетика. Нужно выбирать сорта, у которых есть именно геноустойчивость к данному типу грибных заболеваний. И в-третьих, это система защиты. Важно применить фунгицид профилактически. Лечить уже симптомы, которые мы видим в поле, вызванные фузырёзными грибами, бесполезно. То есть для фузырёза необходима профилактическая обработка. И эта профилактическая обработка будет максимально эффективна, если мы её проведём с теми решениями, которые есть у нас, именно непосредственно в период массового заражения данным заболеванием. Все ли фунгициды способны контролировать фузырёз колоса? Нет, не все. На российском рынке сейчас это только фунгициды из группы триазолов. И это только три действующих вещества, которые действительно обладают самой высокой эффективностью против данного заболевания. Это тебуконозол, протиоконозол и метконозол. Существует также ещё прохлораз и пропиконозол, у которых эффективность чуть ниже. Но они также могут справиться с данными грибами при не очень высокой инфекционной нагрузке. Хочу ещё дополнить, что очень важно не только применять данные действующие вещества против фузырёза колоса, но и важно соблюсти норму применения данных действующих веществ на гектар. Например, для того, чтобы эффективно контролировать фузырёз колоса протиоконозолом, норма его должна быть выше, чем 150 грамм на гектар. Если мы говорим про тебуконозол, то его эффективная норма стартует уже от 180 грамм на гектар. Ну и метконозол – это 60 грамм на гектар. Это то минимальное количество действующего вещества, которое даст вам эффективность в борьбе с фузырёзом колоса. Если мы говорим про эти действующие вещества, то когда проводятся обработки? Очень важно контролировать фузырёз в правильную фазу. Если мы говорим конкретно про триазолы, то оптимальная фаза применения данных действующих веществ – это фаза цветения. То есть с начала цветения до середины цветения. Применяя триазолы в этот временной промежуток или в эту фазу развития культуры, вы получаете максимальную эффективность, которая есть у данных действующих веществ. При этом мы знаем, что зачастую наши аграрии выходят с обработкой или раньше, или позже. На примере наших опытов мы получили информацию, что если с триазолами выйти, например, в середину колошения, автоматически вы теряете порядка 25% от эффективности данных действующих веществ. Хорошо. А для борьбы с фузырёзом колоса что-то новое придумали? В этом году компания Сингента получила регистрацию на новый фунгицид, который будет эффективно контролировать фузырёз колоса. Это Меравис Эйс. И действующее вещество, которое как раз-таки и отвечает за фузырёз колоса в этом продукте, это Адипидин. Адипидин – это новое действующее вещество из класса карбоксамиды. Если до этого мы с вами говорили, что все эффективные действующие вещества относятся к классу триазолов, то Адипидин относится у нас с вами уже к классу карбоксамидов. Что нам даст с вами новый фунгицид Меравис Эйс? Многочисленные исследования, производственные, научные, которые были сделаны по всему миру, показывают, что с помощью Адипидина мы можем с вами провести обработку раньше. Вот эти 5-7 дней, когда мы можем эффективно применить триазол, а это достаточно узкое окно, в это время может пойти дождь, быть сильный ветер, и опрыскиватель просто физически не сможет провести обработку. И исследования, которые проведены во многих странах нашего мира, показывают, что с помощью этого фунгицида Меравис Эйс мы можем выходить с обработкой раньше, до того, как культура зацветёт. А если мы говорим, что вот фузариоз в первую очередь опасен тем, что вызывает микотоксины, вот микотоксины это что? Это как? Микотоксины это продукты жизнедеятельности грибов, в данном случае, если мы говорим про фузариоз колоса, вида фузариум. Микотоксины нужны грибу для заселения растения или какого-то другого субстрата, а также для защиты этого гриба от конкурентов. Вообще термин микотоксин был придуман ещё в 1962 году, после большого кризиса, который случился в Лондоне, в Англии, во время которого погибло 100 тысяч индюшат. И эта загадочная болезнь, потом учёные докопались, была вызвана именно последствиями отравления индюшат от микотоксина. Ну и какие же у нас всё-таки риски-то есть для аграриев, вот из-за микотоксинов в зерне? Самый большой риск, который может быть у того же агронома, который вырастил пшеницу, если его пшеницу никто потом не купит. Он может получить хорошее качество, выполненное, большую натуру, но по безопасности это зерно не пройдёт, потому что там будут превышены предельно допустимые концентрации микотоксинов, так называемые ПДК. Так а какие концентрации ПДК не установлены каким-то образом? Сейчас нашим государством гостируются три микотоксина. Давайте проговорим, какие ПДК допустимы для этих микотоксинов. Первое – это Т2-токсин и его норма, допустимая в зерне, 100 мкг на килограмм. Второе – это Дон с нормой 700 для пшеницы и 1000 для ячменя микрограмм на килограмм. И третье – это Зен или Зерлинон с нормой 1000 мкг на килограмм. Как Маша проговорила выше, соответственно, если у вас ПДК превышен, то своё зерно вы продать не сможете. Вам придётся или разбавлять это зерно зерном, в котором нет микотоксинов, или просто его утилизировать. Если посмотреть на микотоксины, которые действительно контролируются, их ПДК, то когда мы говорим про Т2-токсин, он действительно у нас гостируется, мы действительно смотрим на него в лаборатории. Но чаще всего в зерне в России присутствует АШТ2-токсин, который не гостируется, и который также имеет очень сильную вредоносность для человека и для животных. Те ПДК, которые есть, они призваны стоять на страже безопасности нашего зерна, потому что микотоксины могут вызвать множество негативных последствий для здоровья людей и животных, потребляющих это зерно, это и поросята, и крупнорогатый скот, и птица. И эти микотоксины могут создать серьёзный риск здоровья нашего и скота, и птицы. Окей, ну вот если всё-таки говорить про микотоксины в хлебе, в муке, мы же всё-таки, как правило, хлеб-то печём, то есть термическая обработка очень высокотемпературная есть. Не уничтожаются микотоксины таким способом? К сожалению, большинство микотоксинов обладают высокой стабильностью, то есть они не разрушаются в процессе термической обработки. Например, ДОН разрушается только начиная со 170 градусов Цельсия. Если говорить про Т2-токсин, то это вообще температурный порог стартует от 250 градусов Цельсия. Когда вы печёте, условно, кекс в своей духовке, то максимум, что вы ставите, это 200 градусов Цельсия, и то дай бог. А можно, я не знаю, каким-то домашним способом определить, что вот в этом продукте есть микотоксины, а вот в этом нет? Микотоксины не имеют ни запаха, ни вкуса как такового, поэтому сами лично вы не сможете понять, содержатся микотоксины или нет. Для того, чтобы определить уровень микотоксинов, наши аграрии и перерабатывающая промышленность дают зерно на специальный анализ в лабораторию, для того, чтобы определить, превышен ПДК или не превышен ПДК. Мы сегодня обсудили микотоксины и какой вред они могут нанести аграрию, какие проблемы они ему пророчат, если он внезапно вырастил зерно, в котором микотоксины есть. И, соответственно, обсудили мы сегодня также способы борьбы с фузариозом колоса и в целом поговорили про фузариоз как таковое заболевание, чем оно вызывается и как оно прогрессирует. Но не для всех наших регионов тема фузариоза колоса стоит так остро. Во многих территориях качество зерна и безопасность зерна находится под угрозой из-за других заболеваний, из-за других грибов. И это, я думаю, будет темой нашего следующего выпуска, потому что однозначно, как только появляется колос, на него приходит очень много желающих. И это не только грибы родов фузариум, это масса других грибных болезней, которые могут протекать также с симптомами, либо без симптомов, и которые могут привести к потерям и количества, и качества будущего зерна. Хотела бы еще дополнить, что в этом году у компании «Сингента» выйдет газета, которая будет называться «Колосовые сообщения», где мы достаточно подробно расскажем о всех болезнях, которые встречаются на колосе у зерновых культур, и плюс мы расскажем о эффективных методах борьбы с разными заболеваниями. Ну, сегодня у нас были, получается, голосовые-колосовые сообщения, потом, соответственно, будут газетные-колосовые сообщения. Я думаю, что наши аграрии достаточно плотно ознакомятся с этой проблематикой, и, в частности, могут еще зайти на наши официальные сайты, оттуда скачать газету. Обязательно будет она у нас в PDF-формате в Telegram-канале выложена. И если вы до сих пор еще не подписаны на нашу группу ВК и в Telegram-канал, это отличный повод на них подписаться. Спасибо, что пришли. Сегодня в студии у нас были коллеги из «Сингента». Это технический эксперт по фунгицидам на зерновых Марии Мустафина и менеджер по маркетингу Елизавета Тимонина. Спасибо, что пригласили. До новых встреч. Спасибо. На этом мы заканчиваем очередной выпуск подкаста «Сингента». Коллеги, спасибо большое, что поделились своими знаниями с нашими слушателями и нашли свое время прийти к нам сюда, в студию. Все выпуски подкаста «Сингента» доступны на нашем сайте singenta.ru и подкаст-платформах. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok